Снега в новогодние праздники можно не ждать. С таким прогнозом выступают приморские синоптики. Они пророчат для нашего края весьма комфортный по зимним показателям январь. Днем до минус 10 градусов, ночью до минус 25. Это обусловлено тем, что воздушные массы будут двигаться строго с запада на восток. До 5-6 января все циклоны будут проходить южнее, далеко южнее и мимо Приморья. И захватывать, задевать не будут. Для Приморского края снежные январи, как и зимы в целом, редкость. Это потому, что для нас характерен муссонный теплый климат. Однако во всех правилах есть свои исключения. Например, как говорят синоптики, в 2002 году за последние полвека был самый снежный январь. А вот ближайшие осадки в первый месяц 2017 года накроют регион не раньше 11 числа. Потом 13, а дальше, по прогнозам, снега не будет до февраля. 2-го 9 января что будут делать? Отмечать. Кататься. Куда-то поедете? А куда? В Арсеньев. На горнолыжную базу. Кататься на сноуборке. Все. Есть. Отдыхать. Смотреть кино. Ой, знаете, я в работе есть. Буду работать на Новый год даже. Начиная с 2000-х, самым лютым и морозным, по мнению синоптиков, признан январь 2001 года. Тогда на Приморье обрушился снежный циклон со штормовым ветром. За несколько часов во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Через несколько дней новый циклон. Вследствие этого закрыли аэропорт. А еще через два дня вновь сразу два снежных циклона. Кстати, в январе того же года была зафиксирована рекордная низкая за последние 80 лет температура воздуха. По Приморскому краю она опустилась до минус 42 градусов. Во Владивостоке до минус 30. Хабаровск еду. Отдыхать. А изменит ли погода ваши планы? Да. Может повлиять на ваши планы погоды? На машине. Мы едем на машине просто. Если будет непогода, ясное дело, что мы не поедем. Что касается непосредственно самой новогодней ночи, то во Владивостоке она будет маловетренной и сравнительно теплой. От минус 10 до минус 15 градусов. К слову, самой морозной первая ночь года была только в 1976 году, минус 25 градусов. А вот самой теплой в 1936, плюс 3 градуса. Чаще всего на новогодние праздники люди выезжают кататься на лыжах. Если собираетесь это делать в Приморье, Китае, Корее, Японии или на Сахалине, то вашим планам вряд ли что-то помешает, потому что циклонов и непогоды на новогодних праздниках не предвидится. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова